Задание номер 42. В отсутствии теплопередачи объем газа увеличен. Когда мы слышим про теплопередачу и внутреннюю энергию, это нам говорит про вот об этой форме. Вот она, теплопередача. Вот она работа газа. Вот внутреннюю энергию. Закон термодинамики. К уровню А плюс дельту. Причем у нас работа, даже в случае с поршнем, мы поршни выталкиваем, только тогда совершаем работу. И это связано с увеличением объема. То есть, чтобы на вытопнуть поршень, нам нужно увеличить объем газа. Таким образом, у нас работа напрямую связана с изменением объема. Вот такая есть формула. И если у нас на будущее, если изменения объема нету, то есть объем постоянный, то тогда работа равна нулю. То есть, если поршень не будет двигаться ни вниз, ни вверх, то никакой работы не совершается. Смотрим в отсутствии теплопередачи. В отсутствии теплопередачи Q равно нулю. Нам никакой теплопередачи не передавали и мы не отдавали. Получается, у нас превращается вот в такое уравнение. А плюс дельту. В отсутствии теплопередачи объем газа увеличили. Объем газа увеличили. Значит, произошло положительное изменение газа. Значит, совершилась работа положительная. Вот увеличили объем газа. Вытолкнули поршень. Совершилась работа. А изменение внутренней энергии отрицательно получилось вот этой формулы. Если мы выразим, то дельту равно минус А. Что значит минус А? Значит, изменение отрицательно. То есть, получается, что энергия уменьшилась. Если изменение положительное, соответственно увеличилось. Смотрим. А, еще температура газа. Значит, внутренняя энергия не изменилась. Нет. Увеличилось, да. А, нет. Уменьшилась в нашем случае. Уменьшилась внутренняя энергия. И это вот он где-то. И температура, и внутренняя энергия уменьшилась. Почему? Потому что внутренняя энергия дельта У. Выражается формулой. Рифтады. Ню. Эф. Дельта Т. Я уже говорил, что внутренняя энергия связана с температурой. Так вот, если мы увеличиваем температуру, внутренняя энергия растет. Молебулки быстрее бегают, дредки толкаются. Если мы уменьшаем внутренняя энергию, то нам уменьшается. То есть вот здесь. Уравнение. Нам дают тепло газу. Часть идет на работу. Остальное – это нагрев газа. И вот, чем сильнее нагреться газ, тем больше эта внутренняя энергия, тем больше мы потеряем энергии на нагревание. Вот эта формула закона. Получается, что внутренняя энергия уменьшается. И, соответственно, температура, которая напрямую с ней связана, тоже уменьшается. Очевидно. Если остались вопросы, напиши.